Новосибирск Керлинг давно перестал быть для Новосибирска чем-то экзотическим. За почти двухлетнюю историю керлинг-центра в нашем регионе появилась детская секция, а новосибирские команды стали победителями чемпионата Сибири и призерами всероссийских турниров. С точки зрения спортивного мы сделали очень большой шаг. У нас занимается где-то порядка 50-60 детей. А с точки зрения любительского интереса, безусловно, очень большой интерес. У нас сейчас играют три лиги. Бизнес-лига, открытая лига и дабл-микс, парный керлинг. Плюс мы проводим регулярно турниры выходного дня, где все желающие могут приехать и попробовать себя специально для новичков. Сегодня проходит финал областного турнира в дисциплине «Микс». Обязательное условие – команда из четырех человек. Причем девушек и мужчин должно быть поровну. Как признаются участники, керлинг – отличная альтернатива фитнесу. У нас одна девушка в команде была, сейчас временно не играет, но ее в керлинге привлекало то, что она за тренировку теряла по два килограмма. А вообще я хочу сказать, что да, тут, во-первых, и теряешь вес, и это в основном девушкам важно, а мужчинам – это нагрузка на все группы мышц, не только на ноги, но и на верхний плечевой пояс. И кроме этого – это азарт. Ходить в зал скучно, играть в керлинг. Участие в турнире приняли восемь команд, причем большая часть – любители. Научиться играть в керлинг просто. По словам бывалых керлеров, именно так называют спортсменов в этом виде спорта, за 15 минут можно изучить все правила игры. А вот для понимания стратегии придется потрудиться. Не зря керлинг называют шахматами на льду. Тут также существует большое количество комбинаций. Скип готовит комбинацию на каждый энд. Она может быть атакующая, она может быть рискованная, она может быть пассивная, она может быть защитная. И скип принимает решение, как его команда. Ставит гарды, то есть защитники перед домом. Или ставит в край дома. То есть тут комбинации. Сейчас у нас не хватит времени, чтобы все рассказывать. Это шахматы на льду. Всероссийское признание. Игрок новосибирского Сипсельмаша назван лучшим спортсменом восьмой зимней спартакиады учащихся России. Вячеслав Тугарин только сегодня утром прилетел в Новосибирск. Награду как лучшему спортсмену зимней спартакиады учащихся России 2017 новосибирцу и его тренеру вручали в Москве в наградном зале Министерства спорта России. С спартакиады раз жизни, конечно же, надо было завоевать, брать что-нибудь. И как раз, чтобы хоть на немного хоккей с мячом продвинуть, чтобы все знали, что это хоккей с мячом жив. Впечатления очень хорошие. Награждение только долго ждали его, потому что рано утром прилетели в 7 утра. После награждения, церемонии мы пошли кушать со звездами, а потом нас поводили по музею, показали там все. Хоккей с мячом, конечно, там все. Хотел посмотреть старое амунирование. Там и вратарское было, старые щитки, и перчатки, все это, и клюшки какие были старые, все показали. Сборная Новосибирской области по хоккею с мячом триумфально выступила на спартакиаде учащихся в Ульяновске. На групповом этапе новосибирцы выиграли все четыре матча, а в финале переиграли Кировскую родину. В этом решающем матче Вячеслав Тугарин сначала сравнял счет, а потом забил решающий мяч. В командном виде спорта тоже есть индивидуалы, есть игроки, но все равно добивается успеха только команда. Поэтому он, в принципе, он и сверкал на уровне команды, но он тоже самый командный игрок. Поэтому побеждает всегда команда. Но в финальном матче? Но в финальном матче, да, Слава большую лепту внес в победу. Признание успеха юного новосибирского хоккеиста, еще и признание хоккея с мячом как вида спорта. Я очень рад, что хоккей с мячом в стране любят, потому что Слава выиграл голосование по всей стране. И с хорошим преимуществом, значит, все-таки хоккей с мячом и помнят, и любят. Не бы хотелось, конечно, чтобы вот как раньше здесь были полные трибуны болельщиков, они болели за нас, они переживали за этот вид спорта исконно русский. Он душу-то отражает русскую. Теперь Вячеслав Тугарин и другие подопечные Александра Савченко готовятся к юношескому Кубку мира. Который пройдет в начале ноября в Швеции. Продолжаем говорить о хоккее с мячом. В главной команде Сипсельмаша много трансферных новостей. Команда активно обновляется к новому сезону. Сипсельмашу удалось сохранить своих лидеров. Евгения Леонова, Сергея Гана, Игоря Сычева, Артема Вшивкова, Рауана Исалиева и Павла Анисимова. С ними продлены контракты. У вратаря Игоря Долгополова и полузащитника Евгения Филиппова, которые, кстати, вызваны в национальную сборную на учебно-тренировочный сбор, а также у капитана Алексея Даровских действующие контракты с клубом. Также стало известно о двух новичках, причем чемпионах страны 2017 года. Из Ска-нефтяников Сипсельмаш на следующий сезон переберутся защитник Николай Мельников и нападающий Кирилл Петровский. В завершении выпуска о женском баскетболе Динамо в гостях уступила с партией НТК со счетом 65-76. Теперь судьба седьмого места премьер-лиги определится в третьем матче серии. Он состоится 27 апреля в Новосибирске в спорткомплексе «Север». Игра начнется в 19.00. Чтобы завершить сезон на мажорной ноте, динамовкам нужна поддержка болельщиков. И на этом все. Смотрите наши выпуски. Мы рассказываем только самые интересные спортивные новости региона. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова